НЛО Неопознанные летающие объекты Человечество впервые столкнулось с ними много веков назад. Древние, наблюдая в небе таинственные огни, верили, что боги посетили их на Земле. Современные люди считают НЛО либо проявлением разумных форм жизни из других миров, либо засекреченными правительственными летающими кораблями. Тесные контакты Существует узкий круг убежденных, иногда до фанатизма, людей, пытающихся разгадать феномен НЛО. Они приводят в пример тысячи случаев появления этих объектов на протяжении всей истории человечества. Их главный оппонент — американские военные. Исследователи НЛО утверждают, что правительство США систематически удерживает информацию о неопознанных летающих объектах. Правительство идет на все, чтобы защитить секретные военные проекты и скрыть от общественности инопланетные технологии. В марте 1997 года тысячи людей увидели непонятные огни в небе над Фениксом, штата Аризона. Некоторые из этих людей убеждены, что над ними пролетел гигантский инопланетный корабль. Эти женщины заявляют, что на шоссе в нескольких километрах от Хьюстона они столкнулись с военным космическим кораблем. После этого случая у них возникли серьезные проблемы со здоровьем. Есть ли у этих наблюдателей за космическим пространством доказательства контактов с НЛО? Действительно ли правительство США тщательно оберегает от общественности информацию о пришельцах? Или же эти факты навсегда останутся в архивах под рубрикой «Неразгаданное»? В середине марта 1997 года многие жители Феникса заметили в небе странные огни. Наблюдать это любопытное явление можно было каждый вечер около 9 часов. На протяжении недели исследователи НЛО с волнением следили за этими огнями. Мобильные телефоны, интернет-сайты и пейджеры распространяли весть о необычных событиях в небе над Фениксом. Наблюдатель Том Кинг, захватив усовершенствованную видеокамеру собственного изобретения, и отправился в индейскую резервацию на риге Хила, откуда можно было лучше разглядеть огни. Я смотрел вдали, и через 15 минут появился один огонёк, прямо там. Я сразу понял, это не космический корабль, но что это, я не знаю. Когда появился первый огонёк, мы быстро спустились вниз под гору, чтобы достать из машин видео и другую технику. Обратно мы поднялись уже с видеооборудованием, телескопом, биноклем, и на всякий случай прихватили с собой целый комплект оружия. Потом огоньки показались опять, на этот раз их было больше. Через минуту какая-то женщина закричала, смотрите, там ещё один. Я не знал, какой из этих огней снимать, они были далеко друг от друга. Но потом они стали появляться один за другим, ещё, ещё и ещё, и их стало очень много. Это было исключительное зрелище, такое можно увидеть один раз в жизни. Эти объекты были очень близко, они походили на яркие оранжевые шары, но самым удивительным было то, что они ничего не освещали вокруг себя. Я хочу сказать, вообще ничего. Вы видите это? Посмотрите! Я вижу третьего! Вот он! Смотрите! А вот и четыре уже! Да-да! Отсюда их хорошо видно! Нет, нет, пять! Их так много! Да! Всё небо в них! Звонки с заявлениями об этом необычном явлении поступали в полицейское управление Феникса на номер 911. У нас было много звонков в этот вечер. В подобных ситуациях люди не знают, к кому обращаться. И первый номер, который приходит им в голову — 911. Нам неизвестно, связано ли всё это с манёврами ВВС или с секретными программами. Граждане Феникса звонили на воздушную базу «Люк», чтобы выяснить, связано ли это странное явление с какими-либо действиями авиации. Воздушные силы не дали никакого комментария. Но Национальная служба безопасности Аризона заявила, что не планировала никаких манёвров тем вечером. И её радары ничего необычного в небе не обнаружили. Несмотря на это опровержение, в отделе полиции Феникса продолжали утверждать, что военным должно быть что-то известно. На востоке у нас Нью-Мексико, на западе — Калифорния. Запускается множество ракет. При хорошей погоде их можно разглядеть за много километров отсюда. И если вы видите что-нибудь необъяснимое, это, скорее всего, ракеты. Но многих не устроило это объяснение. Член городского совета Феникса Фрэнсис Барвуд решила поднять этот вопрос во время очередного заседания. Я получаю множество телефонных звонков по поводу огней в Фениксе. Люди интересуются реакцией властей на это явление. У них накопилось много вопросов к властям. Я думаю, необходимо выяснить, проводит ли кто-нибудь в нашем городе расследование происшедшего. Мы должны внимательно отнестись к этой проблеме, так как жители города взволнованы. Они ищут ответы на свои вопросы, а главное — они хотят знать правду. Я думаю, у них есть на это право. Я настоятельно рекомендую вам заняться этим делом. Спасибо. В зале стояла тишина. Члены совета никак не отреагировали на мое предложение. После заседания один из помощников мэра города подошел ко мне и сказал, что они действительно не хотят иметь с этим дело, и мне не следовало задавать этот вопрос. После своего выступления Фрэнсис Барвуд была высмеяна в прессе некоторыми коллегами из совета. Фрэнсис и многим жителям города Феникс стало ясно, что правительство вовсе не собирается проводить никакого серьезного расследования. 13 марта 1997 года в небе над Фениксом появились странные огни. Тысячи свидетелей сообщали, что видели их. Многие запечатлели огни на пленке. Это и стало основным доказательством появления НЛО. В то время как общественность требовала разъяснений, военные отказывались что-либо комментировать, а городское правительство игнорировало призывы провести расследование. Наблюдатели за космическим пространством решили взять все в свои руки. Тед Ломан – это один из наиболее известных исследователей НЛО. По профессии он металлург. В конце 80-х он чуть не потерял зрение в результате промышленной аварии. Пока он выздоравливал, у него было время заняться тем, что интересовало его всю жизнь. Ломан погрузился в то, что исследователи НЛО называют уфологией. Позже он создал телевизионную программу, в которой обсуждали эту тему. Я попал на телевидение в 1991 году. В своей программе мне хотелось рассказать всему миру о том, что феномен НЛО все-таки существует. Проблемы НЛО обсуждали авторитетные ученые, мнению которых можно доверять. Тед Ломан был потрясен отказом правительства искать объяснение огням над Фениксом. Официальные лица из Национальной службы безопасности и воздушных сил давали противоречивую и, как считают исследователи НЛО, ложную информацию. Информация была очень беспорядочной с самого начала. Мы пытались по обычным каналам связаться с так называемой воздушной базой люк. Женщина на другом конце провода сказала, «Да, у нас шквал звонков». Всего через несколько минут они стали утверждать, что абсолютно ничего не происходит. Потом, через несколько месяцев, они стали говорить, «Ах, да, в районе были какие-то вспышки». Служба национальной безопасности Аризоны изначально заявила, что 13 марта никаких самолетов в небе не было. Но в мае, после критических публикаций в газете «США сегодня», они изменили позицию, утверждая, что это были сигнальные ракеты, которые запускали представители Службы национальной безопасности штата Мэриленд в учебных целях. Джим Делитоссо, президент компании, производящей компьютерную графику для развлекательной продукции и авиакосмической индустрии, интересуется НЛО. Джим часто сотрудничает с исследователями НЛО, анализируя фото и видеоматериалы, фиксирующие предполагаемые контакты. Мы изучаем изображения НЛО по просьбе других исследователей уже более 20 лет. Мы как независимая лаборатория. К нам обращаются исследователи из России, Бразилии, Канады и многих других стран. Когда в марте 1997 года возникли огни в Фениксе, в этой лаборатории мы оценивали и их, не пытаясь доказать, что это внеземной космический корабль. Я провожу измерения для пополнения базы данных. Это как статистика. Джим Делитоссо, так же как и Ломан, считает, что теория ВВС о сигнальных ракетах не соответствует реальности. С геофизической точки зрения, когда мы делаем тригонометрическую съемку с помощью имеющихся пяти разных видеозаписей, мы получаем местоположение, которое даже отдаленно не напоминает то, где представители национальной безопасности якобы выпускали сигнальные ракеты. К тому же, выпуск сигнальных ракет продолжался только 10 минут. А интересующее нас событие продолжалось несколько часов вечером 13 марта. Как видите, разница весьма заметна. Я просто хочу сказать, что огни, которые летели над нами той ночью, абсолютно точно не были сигнальными ракетами. Я пускал такие ракеты с моего вертолета во Вьетнаме. Я видел ракеты, пущенные сбитыми истребителями. У сигнальных ракет очень характерное мерцание. Они подвешены к парашюту, так что их свечение не может иметь такую четкую геометрическую форму. Это вам подтвердит любой военный летчик. Должно быть другое объяснение. Были ли там сигнальные ракеты? Может быть. Я полагаю, что кое-что еще происходило. Своего рода шоу для людей, находившихся в районе Феникса. Это продолжалось слишком долго, чтобы быть просто серией из пяти сигнальных ракет. Что же на самом деле случилось 13 марта 1997 года? Действительно ли тысячи жителей Феникса видели инопланетный корабль, проходивший над ними около 9 часов вечера? Скептики ставят под сомнение исследовательские методы уфологов. Бремя доказательств лежит на человеке, который рассказывает об НЛО, а не на том, кто пытается его опровергнуть. Вы должны как в науке, так и в обычной жизни приводить доказательства, и доказательства, не допускающие другого объяснения, более логичного и более вероятного. Несколько месяцев спустя Служба национальной безопасности наконец дала официальное разъяснение огням над Фениксом. Они заявили, что эти явления были вызваны маневрами неизвестного самолета над Южной Аризоной. Записанное на видео в 8.30 было результатом пересечения самолетом территории области. Позже вечером, около 10 часов, это были сигнальные ракеты, пущенные Службой национальной безопасности Мэриленда в диапазоне 810 к юго-востоку от Феникса. Некоторые исследователи НЛО говорят, что сигнальные ракеты вполне могли вызвать эффект, наблюдавшийся около 9 вечера. Но, по их утверждению, обычный самолет не мог походить на летящий объект кленовидной формы, увиденный очевидцами в тот вечер. Модель развития событий напоминает военную. Если посмотреть на траекторию полета, а это очень существенно, и если продолжить ее к северо-западу от Хендерсона, вы окажетесь в зоне военно-воздушной базы Неллис и в зоне 51. Это довольно показательный факт. Зона 51 — это МЕК и исследователи НЛО. Это военная база в пустыне Невада, не обозначенная ни на одной государственной карте. Исследователи НЛО считают, что правительство скрывает многие тайны, связанные с НЛО на этой безымянной базе. Первые сообщения пришли из северо-запада, и в них точно был обозначен маршрут. Массу домыслов вызвало нечто двигающееся с военно-воздушной базы Неллис или зоны 51 — какой-то суперсекретный шпионский самолет, летевший в этом направлении. Эти энтузиасты, наблюдающие за небом, уверены, что не знают точной причины появления огней 13 марта. Теория о шпионских самолетах существует наравне с утверждениями об инопланетных кораблях. Но все эти теории сближают определенное недоверие к правительству. Я полагаю, что могу сказать от лица большинства, связанных с уфологией людей. Правда, это главное, что мы хотим выяснить. Возможно, когда мы получим ее, она нам не очень понравится, но мы должны это знать. Многие жители Феникса, включая и члены городского совета, высказывали просьбу расследовать случившееся. Я плачу налоги в казну и в какой-то степени оплачиваю реактивное топливо и те реактивные самолеты, которые проводят учения. И когда у меня возникают серьезные вопросы, я требую конкретных ответов. Я думаю, что существует неписанный закон о том, что если вы находитесь в правительстве, вы не задаете вопросов обо всех этих вещах. Очевидно, той ночью что-то вышло наружу. Сотни людей рассказывали мне о том, что они видели. Они все описывают одно и то же. Что же такое там было? Давайте подумаем. Несмотря на активные протесты общественности, военные настаивают на том, что им нечего больше сказать об огнях над Фениксом в марте 97-го года. Вы видите это? Посмотрите! Это огни! Посмотрите, что это! Я их хорошо вижу! Далее вы услышите рассказ о роковой встрече трех техасцев с НЛО, которая перевернула их жизнь и разрушила их здоровье. Некоторые люди стали энтузиастами НЛО после так называемого тесного контакта. Они верят, что видели инопланетян, инопланетный корабль или просто что-то, чего они не могут объяснить. Две женщины рассказывают, что их жизни катастрофически изменились после встречи с неопознанным космическим кораблем. И сообщество энтузиастов НЛО стало единственным местом, куда они могли обратиться за помощью. Бетти Кэш была хозяйкой кафе в Дейтоне, в маленьком городке в 70 километрах к северу от Хьюстона. И ее подруга Вики Лендером работала у нее официанткой. 29 декабря 80-го года в 7 часов вечера Бетти и Вики со своим 6-летним внуком Колби на машине ехали в Нью-Кенни, штат Техас, чтобы поиграть в бинго. Узнав, что игра отменена, они отправились домой. Было 9 часов вечера. Мы повернули обратно в Дейтон из Нью-Кенни. Вдруг Колби сказал «Бабушка, что это за яркий свет?» Это яркое пятно приближалось к шоссе. Вики закричала, чтобы я поворачивала. Она сказала «Бетти, оно движется прямо на нас. Остановись!» Я остановилась и вышла из машины. Мне было очень любопытно. До этого прошел дождь, поэтому мы не могли съехать с дороги, развернуться и поехать обратно. Нам оставалось только остановиться. Я вышла на обочину держа Колби. Я обняла его на случай, если он попробует убежать отсюда. А Бетти вышла вперед, встала перед машиной и стала смотреть вверх. Я кричала ей, чтобы она вернулась. Они увидели в небе объект непонятной формы, который напоминал самолет, терпящий бед Он летел прямо над дорогой, выбрасывая вниз струи жара и пламени. По форме он напоминал алмаз. Я имею в виду, что он был похож на него, и из его нижней части вырывались языки пламени. Я ужасно любопытна, и я собиралась попробовать выяснить, что это такое. Свет был так ярок, что он ослепил меня. Я задрала руку и стояла вот так, пытаясь выяснить все, что можно. А поскольку Вики все время кричала мне, чтобы я садилась обратно в машину, что мы все сгорим, я схватилась за ручку, чтобы открыть дверцу машины, и очень сильно обожглась. Пламя корабля нагрела автомобиль до такой степени, что прикосновение вызвало сильнейшие ожоги. Оказавшись внутри автомобиля, Бетти включила кондиционер, так как и внутри становилось непереносимо жарко. Охваченные ужасом, они наблюдали за тем, как корабль пытается восстановить курс. Наконец, он поднялся над дорогой, и Бетти Кэш удалось уехать из этого злополучного места. Корабль то двигался вверх, то опускался. Наконец, он медленно поднялся вверх и медленно полетел в сторону Хьюстона. Как раз, когда корабль удалялся, мы увидели вертолеты. Это были необычные вертолеты, это были вертолеты, похожие на те, что используют для высадки десанта. Я видела такие, но только в кино про Вьетнам. Очень страшно было. Я насчитала 23 вертолета. Вики сказала, что она насчитала 21. Они преследовали корабль. Их совершенно не беспокоило наше присутствие внизу на дороге. Так что вертолеты двигались в том же направлении, что и корабль. Я это видела, и все время, что стояло, я следила за их направлением. Они не отставали и не приближались. Бетти Кэш на бешеной скорости уводила машину прочь, а Вики Лендером пыталась успокоить своего внука. Но и после того, как они съехали на другую дорогу, они продолжали сталкиваться со странным караваном. После того, как мы проехали около 16 километров, мы встретили целую вереницу вертолетов, которые летели с зажженными поисковыми огнями. Это были большие вертолеты. Бетти Кэш, несмотря на ожоги рук, шеи, головы и груди, смогла довести автомобиль до Дейтона. У Вики было сильно обожжено лицо, у Колби спина. Все трое были обезвожены и без остановки пили воду. 20-летний сын Вики постарался уговорить мать обратиться в больницу и пройти обследование. Но Вики опасалась, что ее рассказ вызовет подозрение у врачей. Сын умолял меня поехать в больницу тем же вечером, после того, как я рассказала ему, что произошло. А я сказала, если мы обратимся к врачу, они решат, что мы сошли с ума. Я сказала, мне надо лечь. Мне было так плохо всю ночь. Сильно тошнило. На следующее утро я проснулась и на подушке обнаружила целые пряди своих волос. У меня по всему лицу и всему телу пошли волдыри. В течение нескольких дней женщины отказывались от медицинской помощи, боясь, что им не поверят. Когда состояние Бетти ухудшилось, она сдалась и все трое пошли в больницу. Мы еще не догадывались насколько сильно мы пострадали. А когда все-таки пришли в больницу, мой внук сказал врачам, что я якобы обещала его выпороть. Если он что-нибудь расскажет врачам. Доктора не могли объяснить происхождение ожогов Колби, Вики Лендером и Бетти Кэш, которая пострадала больше остальных. Все симптомы, которые мучили Бетти в течение трех недель после происшествия, были типичным последствием радиационного поражения, в результате которого она потеряла кожу, волосы на облученной стороне. Затем у нее началась диарея, рвота, то есть все классические признаки лучевой болезни. Я не думаю, что она все это выдумала. Она не могла знать такие подробности об облучении второй-третьей степени. Они постоянно спрашивали меня, где я получила эти ожоги, как я их получила. Мне даже в голову не приходило, что от этого объекта могла исходить радиация. Я знала в то время об облучении только то, что оно используется при лечении рака. Бетти провела в больнице больше месяца. После выписки она не могла работать и была вынуждена закрыть свой ресторан. С самого начала это были сплошные потери. Она разорилась из-за болезней, полученных в результате облучения. Я долгие годы лечил ее, чтобы помочь ей выкарабкаться. Конечно, позже у нее развился рак груди и мастектомия. Ко всему прочему, она еще и не была застрахована. Состояние здоровья не позволяло Бетти работать. Это действительно было ужасно. Хотя травмы Вики Лендером и Колби были не такими серьезными, следы от ожогов и проблемы со зрением у них остались на всю жизнь. В отчаянии женщины написали сенатору Ллойду Бенстону и конгрессмену Чарльзу Уилсону. Они просили медицинской помощи. Я получила в ответ письмо от Ллойда Бенстона и Чарльза Уилсона, в котором они обещали нам поддержку и советовали не опускать руки. В письме сообщалось, что на базе ВВС в Бергстоме все знают о случившемся и будут рады помочь нам чем только смогут. Мы им поверили. Они написали, что там нам смогут предоставить медицинскую помощь. Когда мы туда обратились, они обошлись с нами очень грубо. Мы этого не ожидали. Официальные лица базы ВВС в Бергстоме сказали им, что ничего не знают об инциденте и что единственный шанс, который у них есть, это судиться с правительством США за нанесенный ущерб. Как ни странно, военные несколько раз пытались купить у Бетти Кэша ее автомобиль, но она отказывалась его продавать. Когда слух об инциденте распространился в Дейтоне, Бетти и Вики почувствовали враждебность со стороны соседей и знакомых. И тогда женщины обратились за помощью к сообществу энтузиастов НЛО. Это было их единственной надеждой. Бетти Кэша и Вики Лендером остались непонятыми обществу. Их встреча с космическим кораблем в 80-м году была бы забыта, если бы не сообщество энтузиастов НЛО. Джон Шуслер инженер летательных аппаратов и заместитель директора Всемирной организации сторонников НЛО. Эта организация занимается изучением и расследованием визитов космических пришельцев. Женщины обратились к Шуслеру через несколько недель после происшествия. Поначалу он был настроен скептически, пока не познакомился лично с Бетти Кэш. Она сняла парик, и я увидел большие проплешины у нее на голове. Я сказал, послушайте, наверное, с вами случилось что-то очень серьезное, и если вы будете открыты и честны со мной и дадите которую я ищу, я в вашем распоряжении до конца моих дней. Я сказал, что мне нужно поговорить с другими людьми, имеющими отношение к этому случаю. Так что я позвонил Вике Лендером и поговорил с ее внуком Колби. Я спросил их, почему вы просто пошли домой, а не в больницу? Они были, что называется, здоровые, крепкие техасцы. Если что-нибудь случается с ними, они предпочитают перетерпеть. Миссис Лендером сказала, мы всегда терпим, я никогда не хожу к доктору, если уж я заболела, то терплю. Такая уж у них философия у этих техасцев, никаких медикаментов, никакой врачебной помощи. Выслушав их рассказ, Шуслер стал искать объяснение происшедшему. Потом мы поехали на то место, где это случилось. После происшествия они туда не возвращались. Мы возили их по одному, и каждый из них указывал нам на одно и то же место, хотя с той ночи они ни разу там не были. Мы прокрутили от начала до конца весь сценарий, рассчитали его по времени, и стало понятно, что же произошло тем вечером. Мы видели обгоревший участок дороги и деревья, и эмоции этих людей, когда они снова оказались на месте происшествия. Они были сломлены, полностью сломлены, и плакали, вспоминая то, что здесь случилось. Шуслер начал опрашивать жителей этого района в поисках свидетелей происшествия. В ходе расследования выяснилось, что один офицер полиции Тейтона и его жена видели военные вертолеты в этом районе вечером 29 декабря 80-го года. Были еще и другие очевидцы, которые уверяли нас, что видели двухвинтовые вертолеты, а в 1980-м году они использовались исключительно правительством. Когда мы расспрашивали военных о событиях того вечера, то натыкались на глухую стену. Они не желали даже выслушать нас. Это было только началом продолжительного расследования. Мы даже не представляли насколько долгий, долгий путь нам предстоит. В 1982-м году Шуслеру удалось найти важную, как он считает для данного дела, улику. Официальный военный отчет о расследовании, причиной для которого стало заявление двух женщин. Понимая значимость этой улики, Вики и Бетти наняли авторитетного адвоката. Мне эта история показалась правдивой. Я часто имел дело с людьми, которые придумывали истории о своих контактах с НЛО. Я не верю, что этот случай был придуман. И факты подтверждают мои предположения. Почти шесть лет спустя после происшествия Бетти Кэш и Вики Лендером поверили, что они могут наконец восстановить справедливость. Они оформили ходатайство в государственной адвокатской конторе Хьюстона. Предварительные слушания были назначены на август 1986-го. Конечно, федеральное правительство отрицало какую бы то ни было причастность к этим событиям. Все, что мы могли доказать, это то, что женщины были ранены. И судья сказал нам, в связи с отсутствием необходимых фактов, я закрываю дело. Все надежды рухнули. Бетти Кэш и Вики Лендером в конце концов уехали из Техаса, чтобы избавиться от болезненных воспоминаний о прошлом. 18 лет спустя после инцидента, после того, как таблоиды и местные газеты устали от этой истории, еще один исследователь НЛО продолжал искать объяснения. Мы едем в Дейтон, штат Техас. Это очень запутанное дело. Здесь есть какая-то тайна. У меня большой опыт. Я проводил много расследований, в том числе расследования убийств. И в данном случае имеются доказательства, есть очевидцы. Как следователь, я надеюсь получить такую информацию, которая расставит все точки нады в этой таинственной истории и добавит недостающие детали. Мне кажется, для этого у меня есть все шансы. Кен Сторг офицер полиции в пригороде Денвера. Он состоит в сообществе энтузиастов НЛО, а раньше служил в ВВС. По его рассказам, во время военной службы его заставили подписать документ, запрещающий ему обсуждать какие бы то ни было события, связанные с НЛО. Его невольное соучастие в правительственной политике укрывательства заставило его с пониманием отнестись к переживаниям Бетти и Вики. Бетти Кэш, Вики Лендером и Колби оказались лицом к лицу с непознанным. Это был какой-то блестящий объект в форме алмаза, испускающий мощную энергию, как они говорят, как пламя. По словам Бетти Кэш, Вики Лендером и Джона Шутлера, аппарат, спустившийся с неба, испускал радиацию и мощный жар, который плавил и сжигал все на своем пути. В результате контакта пострадали не только люди. Даже на крыше машины краска начала пузыриться. Мы находимся сейчас в той самой точке, где это произошло. Это прямо здесь. Я и сейчас чувствую, что здесь что-то случилось. Джон Шуцлер побывал на этом месте через три недели после происшествия и заметил, что дорога изменилась. Мы приехали туда через несколько недель после происшествия и увидели, что та часть дороги, где произошел контакт, была выкопана и заменена. Мы связались со всеми дорожными агентствами штата, города, страны, и все они заявили, что никаких работ на этом шоссе не производили. Это очень подозрительно. 6-8 недель спустя та же самая бригада снова приехала на это место, снова все перекопала и опять замостила. Оказалось, что в процессе этих работ было снято несколько сантиметров почвы с поверхности. И если вы приглядитесь получше, там бетонный асфальт, а потом резкое изменение структуры покрытия. И так только в этой части шоссе. Это далеко не везде так. И совершенно понятно, что это не ошибка дорожников. Сторг отмечает, что изменилось не только асфальтовое покрытие. Исчезли молодые деревья, росшие вдоль шоссе. На этом участке шоссе совершенно нет молодых деревьев, а вон там, на расстоянии 50-летние деревья, может быть даже старше. Почему в этом месте нет молодых деревьев? Они были выкопаны? Зачем? Исследователи считают, что военные силы США починили дорогу, чтобы скрыть улики необъяснимой встречи Бетти Кэш и Вики Лендером. Я думаю, что есть еще нераскрытые улики. И я надеюсь, я очень надеюсь, продолжая действовать и оказывать давление на власти, мы сможем получить ответы на многие вопросы. И найдем человека, который не побоится сказать, я был на том вертолете, я был там, и я очень сожалею о том, что случилось с этими людьми. Я думаю, очень важно для энтузиастов исследующих НЛО продолжать работать над этими проблемами, пока мы не доберемся до истины. Может, это будет разоблачение правительства. А когда люди сталкиваются с НЛО, им нужна помощь. Официальные лица в НАСА и на базе ВВС в Бергстроме отказались комментировать этот случай. Бетти и Вики думают, что правительство лгало им о своей непричастности с самого начала. Они разрушили мое здоровье. Они разрушили мою жизнь. Так что же еще они могут сделать? Только убить меня? И, вероятно, они с удовольствием сделали бы это, но я очень упряма и очень хочу восстановить справедливость. Я собираюсь бороться до тех пор, пока будут силы. Попробуйте меня остановить. Действительно ли Бетти Кэш и Вики Лендером стали жертвами секретной военной программы? Возможно ли найти какие-либо доказательства того, что эти события происходили в реальности? Они обратились в федеральный суд, но проиграли дело. Они не смогли доказать, что все, что случилось с ними, было результатом каких-либо правительственных действий. Я думаю, что они просто поддались панике. Мне кажется, что почти все заявления о контактах с НЛО оказываются мошенничеством и заведомой ложью. Кстати, и федеральный суд считает точно так же. Исследователи НЛО видят слишком много совпадений в этом происшествии для того, чтобы считать его фабрикацией. сильное облучение это не единственное доказательство реальности происходившего. А в этом деле сочетаются многие факторы, большое число очевидцев, видевших все своими глазами, медицинские симптомы. Этого достаточно, чтобы начать расследование, как мы тогда думали. я верю, что Бетти Кэш, Вики Лендером и Колби действительно столкнулись с чем-то необъяснимым. Интуиция подсказывает мне, что правительство имеет к этому самое прямое отношение. Нам нужно еще немало усилий, чтобы добраться до истины. Критики говорят, что для подтверждения большинства так называемых контактов с НЛО не хватает простейших фактов. Если собрано недостаточно улик для объективного анализа, неважно, какой с вашей точки зрения грандиозный опыт вы пережили, неважно, насколько сильны ваши воспоминания, люди будут требовать от вас доказательств, в которые можно верить. Скептики отвергают версии о конспирации окружающей случаи с НЛО и заявляют, что правительству совершенно незачем скрывать правду. После того, как нечто уже случилось, можно представить это событие в каком угодно свете и заставить его выглядеть очень странно. Все это очень субъективно, вы же понимаете. Прежде всего, у правительства есть все причины лгать. Существует масса очевидных случаев, когда его ловили за руку. Инцидент в Алабаме, когда проводились испытания на черных мужчинах. джиаи, которые были вывезены в пустыню в 40-е и 50-е и были нагружены атомными отходами. Правительство отказывается от всего. Я не доверяю ему, и у меня есть на это основания. Очень серьезные основания, согласитесь. Далее, военный офицер требует от правительства обнародовать секреты об НЛО. Он считает, что общество имеет право знать правду. В Соединенных Штатах и по всему миру исследователи НЛО встречаются, чтобы обменяться историями, поделиться новыми данными и обсудить нежелание правительства комментировать эти феномены. Один из наиболее известных критиков правительственной политики, военный в отставке Роберт Дин. Он занимал высокие посты в 60-е годы в НАТО. Дин рассказывает, что он читал документ под грифом «Совершенно секретно», содержащий информацию о происшествиях, связанных с НЛО, которые, как он утверждает, чуть не стали причиной Третьей мировой войны. Документ в основном касался изучения в НАТО контактов с внеземными цивилизациями, НЛО. В этот период над Европой часто появлялись большие круглые объекты. Они летали группами и исчезали с радаров НАТО над Норвежским морем. Несколько раз это чуть не привело к военному столкновению между нами и Советским Союзом. Однажды я понял, что НЛО – реальность, а не миф и не легенда. Это поразило меня так сильно, как ничто ранее. Но, к счастью, до конфликта дело не дошло. Дин и его жена Сесилия создали организацию для подготовки и лоббирования в Конгрессе вопросов, связанных с НЛО. Старгейт Интернешнл – это организация, преследующая одну главную цель – выяснять правду об НЛО и внеземном разуме. Мы хотим знать правду. Эта правда замалчивалась многие годы не только нашим правительствам, но и практически каждым правительствам на планете. Но сейчас пришло время рассказать людям обо всем. Цель нашей организации – оказывать влияние на правительство и на Конгресс. Мы должны иметь возможность провести слушание в Конгрессе для того, чтобы обнародовать материалы и современные свидетельства по НЛО. Пускай это не будет непосредственным диалогом с правительством, но, по крайней мере, мы привлечем к себе внимание. Роберт Дин считает, что правительственная политика отрицания в существовании НЛО и сокрытие доказательств нарушает конституционные права граждан США. Я когда-то поклялся, что если нужно, отдам свою жизнь, чтобы защитить Конституцию США. И для меня это серьезная клятва. Я прошел через множество войн, о некоторых из них вы даже не догадываетесь. И мне стало ясно, что наша Конституция находится в опасности из-за этой лжи и уловок в течение многих десятков лет. Дин верит, что в распоряжении правительства находятся сотни фактов, которые могут рассказать о контактах с НЛО. По мнению Дина, пресс-конференция ВВС США 97-го года, раскрывающая факты о крушении инопланетного корабля в Роузвелле, штат Нью-Мексико, это еще один обман. Мы очень гордимся поддержкой общества. Мы уверены, что наш отчет дал ответ на многие вопросы, и это очень логичный и убедительный ответ. Я хочу сказать, посмотрите, насколько абсурдно то, что ВВС сообщили недавно о Роузвеле. Сначала они сказали, что это был аэростат. Потом нет, это был не аэростат, это была еще какая-то разновидность воздушного шара. Теперь история звучит так. Это были манекены для испытания в аварийных ситуациях. Я говорю вам и вашим телезрителям, мы не должны больше терпеть это. Скрывает ли правительство Соединенных Штатов от своих граждан секреты об НЛО и внеземных цивилизациях? У меня был допуск к секретным материалам первостепенной важности. Самой высокой степенью секретности, какая только может быть. Я не верю, что военные могут хранить такие материалы в тайне на протяжении столь долгого периода времени. Особенно такие секреты, как НЛО. Многие делают заявления по поводу различных действий военных, но эти люди не могут представить никаких доказательств. Но исследователи НЛО все же убеждены, что правительство не желает раскрывать секреты и прячет доказательства инопланетных визитов. Мы сейчас находимся по сути возле одного из пароходов, ведущих в зону 51. С ней связано много всякой мистики и никому неизвестно, кто здесь заправляет. Правительство утверждает, что ничего о ней не знает, и в то же время она стала одной из самых известных сверхсекретных баз в мире. У меня такое чувство, что там в пустыне скорее всего закопано огромное количество разбитых аппаратов. Как и Тед, я слышал все эти истории, я читал свидетельские показания, но чисто физических доказательств у нас нет. Например, нет разбившейся летающей тарелки из зоны 51, которую мы могли бы предоставить остальным членам общества. Большинство скептиков, признавая возможность существования во вселенной иного разума, не верят, что он когда-либо вступал в контакт с землянами. НЛО существует. Люди видят вещи, которые они не могут объяснить. Они всегда их видели и всегда их будут видеть. Это нормально. НЛО будут всегда, по крайней мере до тех пор, пока в этой вселенной будет что-то, что недоступно нашему пониманию. Если они уже здесь были, мы знаем, что они собой представляют с технологической точки зрения. Нам остается только надеяться, что они придут к нам с миром. Я думаю, что контакт уже состоялся. Я верю, что они ходят по нашей планете так же, как и мы. И, может быть, в наступающем тысячелетии перемены как в обществе, так и во власти сделают нас способными принять тех, кто уже прибыл и тех, кто прибудет. Мы все немного боимся этих контактов от того, что абсолютно не представляем себе, что от них можно ожидать. Мы не знаем. Для исследователей НЛО вопрос заключается не в том, состоится ли контакт, а в том, когда он состоится. Эти люди продолжают смотреть в небо и изучать звезды. Они проводят собственные расследования и пытаются оказывать давление на правительство в поиске доказательств существования инопланетных кораблей. Но пока для нас вопрос о том, кто заселяет небеса и какие секреты утаивает от нас правительство остается неразгаданным. Редактор субтитров А.Семкин